То, что сделали с наложницами Давида, задела только его честь, а не любовь к ним. Как вы думаете, возможно ли любить много жен, быть соединенными с ними в духе, как садам сева? Я не знаю, у меня нет опыта многоженства. Когда ты рождаешься, ты вот, что я, рождаешься, думаю, я смогу полюбить только себя. Папа с мамой так на фоне, но по-настоящему человек любит только себя. Потом появляется женщина, ну или мужчина, в зависимости от того, с ближним, с которым ты вдруг готов даже жизнь свою отдать за него. Ты его так любишь. И вы вдвоем, и вы наслаждаетесь жизнью, и вдруг неожиданно появляется, зарождается в девушке комочек жизни, который потом рождается, появляется на свет, маленький-маленький комочек человеческой плоти, маленький-маленький человечек, и в него вдруг вдруг выясняется, что в сердце в своем появляется вместе для любви еще одному человеку, который родится еще один, еще как бы прожжен, можно еще как-то понять для детей, как рассуждает, мои дети спрашивали, что я тебе недостаточно? Почему тебе меня недостаточно, как дочка? Затем тебе вторая дочка? Чем я тебе не достаю? То есть, что тебе со мной не хватает? Чем тебе вторую дочку заводить? Наоборот, сложный вопрос, да? Зачем нам много детей? Вот. Можете человеку полюбить? Были ли браки, вообще совершались ли браки по любви? Или вот так вот, Давид, скажем, выиграл Михаль как жену, ну, как в сказочной лотереи, за то, что побил чудовище Голиафа. Михальева любила, любил ли ее Давид? Непонятно. То есть, куча браков совершалась, кто-то спрашивал Агаря, любит ли она Авраама, кто-то спрашивал Авраама, любит ли он Агарь. Люди приобретали жен, потому что это полезно в хозяйстве, извините за циничность, потому что это для удовольствия хорошо, потому что, потому и так далее. Я как-то пересекся с одной девочкой, бедуинкой, и она мне рассказала, говорит, что у меня сегодня праздник, потому что сегодня мой муж берет вторую жену. Сказал, ну, праздник-то, другая бы плакала. Она говорит, смотри, вот мне было 15 лет, меня за него отдали, ему 50. Сейчас он возьмет себе жену, я со своим ребенком останусь, деньги будет давать от меня, отстанет, не будет ко мне лезть. У меня праздник, он нашел вторую жену. Вот такая любовь тоже бывает. То есть мы, когда говорим про любовь, про что-то, с одной стороны, конечно, как хочется, да, ты любишь женщину, которая с тобой, с другой стороны, для Давида или для Шламова, у которого так много жен, так много женщин, это вопрос имущественный, украшения, стиль, так сказать, ну, порт, если хотите даже. Вот, и поэтому, да, скорее всего, задевает это только честь. Но по закону нужно еще и ревновать.